Начинающей балерине и Ксении Рыжковой повезло чрезвычайно. Музыкальный театр имени Станиславского Немровича Данченко ее пригласили после хореографического училища сразу на положение ведущей солистки, что случается крайне редко. И практически сразу предложили станцевать труднейшую партию некий в новом спектакле «Бэйдерка» в хореографии Натальи Макаровой. После дебюта стало очевидным, что Ксения Рыжкова – балерина, которую может ожидать блистательное будущее. Ксения Рыжкова Совершенно невероятные чувства. Я, когда стояла перед самым выходом, я вспоминала, как я еще маленькая, танцевала «Арабчат» в балете «Бэйдерка» в Большом театре. Я стояла и понимала, что сейчас я уже совсем другой персонаж, и сейчас я главная, и это, конечно, невероятно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда просто хотела танцевать. Танцевать, танцевать и танцевать. Я такой нескончаемый поток энергии во мне, поэтому мне все время хочется двигаться. Неважно, как и где. Меня даже сначала дали в больные танцы, чтобы я как-то себя в другом в чем-то, не просто дома танцевать у телевизора. Но, наверное, просто балет – это было мое. Такое, что я хотела, и все. Я хочу ничем больше в балет. АПЛОДИСМЕНТЫ Она имеет все для того, чтобы быть балериной. Она имеет и внешние данные, и физические. Она очень хорошо работает, прекрасно работает. Не зря она еще в школе получила гран-при, золотые медали, серебряные. Вы понимаете, участие в конкурсах – это очень много. И она стремилась к этому, хотела. И очень хочет танцевать. Поэтому она пришла сюда, и ей обещали, что она будет танцевать. Обещание выполнили. И, конечно, ты все равно встречаешься с теми людьми, которые совсем не желают тебе добра. Надо уметь это отстранять от себя, перебарывать и не обращать на это внимания. Потому что это мешает, особенно когда ты очень восприимчив к внешней среде, то это влияет. Просто сам идешь по своей дороге, и все. Они очень хорошо! обычно в театр берут в кордебалет это привычная практика тебя взяли сразу на положение ведущей солистки то есть минуя несколько ступеней развития не страшно нет не страшно но просто если ты пришел в эту профессию если ты хочешь чего-то добиться то не надо бояться того что ты делаешь неуверенность в себе какой-то это не нужно ничего потому что каждый все равно то что молодой понятно ты преодолеваешь какие-то в себе да и трудности и все это помогает в дальнейшем часто сделал так завтра ты сделаешь по-другому послезавтра ты еще лучше сделаешь надо об этом думать наверно что я смогу я добьюсь у меня получится и тогда действительно все получится а и Субтитры создавал DimaTorzok